Привет зритель! Чай не пил? Какая сила! А попил? Совсем ослаб. Я тут управляю с планшета, как ты наверное мог заметить. У меня на кровати это не бардак, это моя коллекция чая и остатки. Я направила микрофон на себя и очень надеюсь, что цветов жизни. На пони, потому что балкон открыт, слышно будет минимально. В общем, я уже года полтора собиралась обозреть свою чайную коллекцию. Сейчас я посмотрю на себя любимую, хоть у меня и не следящий фокус, но чтобы было все это видно. Так вот, года полтора назад я только еще собралась это обозреть. У меня был тогда какой-то какой-то чай был, какого-то еще не было. И как-то оно все так затянулось, что, видимо, это все хотело записаться именно на диджай. В каком-то из них не родной чай, а в каком-то родной. У меня рука потянулась к чухуати. У меня на днях случился диалог, я еще в деревне частично, кажется, была, может уже в городе, не помню. С каким-то товарищем, который пропагандирует алкоголики и сигареты, который уверял меня, что чай это не чай. Ну, ладно. У нас же чай. Короче, мне очень нравится вот эта фирма Тянь Вань Синь. Я когда-то очень давно покупала этот чай. Чухуати Тянь Вань Синь. Оно все вместе. Кто из них, кто не помню. Сейчас скажу, до какого бы этот чай испился. В общем, он в 2011 году был куплен. Ну, я покупала как раз в Вереньке. Там в двух местах привозили такой чай. Здесь был изначально чай дикой куропатки. Если ты подписан на меня, то, может быть, знаешь, у меня есть страница ВКонтакте. Там где-то в фоточках есть вот фоточки, где я такая играю там эту самую куропатку. Если ты давно подписан, ты даже, может, в Тереге подписан и в курсе про это. Если еще не подписан даже на канал, ну, подпишись. Короче, не суть. Здесь такая история про то, как с давних пор на острове Хайнань культивируют дикорастущий чай джигу. И этот чай джигу я покупала исключительно вот от этой фирмы в такой упаковочке в двух магазинах города, либо в одном, либо в другом. Я не знаю, сейчас он вообще там есть или как эти магазины существуют, потому что я потом познакомилась с Азоной Вейтберрис и внезапно и на Азоной Вейтберрис обнаружила в этом году этот чай от других фирм напрямую из Китая местами. Хотя видела и сайт напрямую из Китая, но доставку в Углич не было. Вот вчера пыталась заказать карту, чтобы смочь вывести свою зарплату с Ютуб, точнее позавчера. Но оказалось, что девушки, работающие в банках Москвы, не знают, что существует Углич. Ну, не суть. Короче, в общем, это чай. Видео уже про чай. Он был до 14 года. Я давно с ним знакома. Это был чай джигу. Он у меня есть. Но в этой коробочке у меня нет джигу. В этой коробочке у меня лопача. С земляничкой на развес. Мне кажется, есть в моей коллекции обзоров чая. Есть плейлист такой, моя коллекция чая. И там, мне кажется, есть у меня видео про лопача. Лопача это не только паркет. Его еще и в чай заваривать можно. Он бодрит. Вот хорошо, что я сейчас вспомнила, что он бодрит. У меня есть такой замечательный чай, который бодрит. А я тут периодически страдаю, чтобы проснуться. Может мне его сегодня заварить? Хотя он хорошо бодрит. А сейчас у нас уже... Где у меня тут часы? Я как бы и на стене есть часы. Но я слепая плохо вижу. 38 минут четвертого. И мне потом еще давай берез и лозоны в сад. И как бы уже поздновато. Короче, вот это лопача. Про него есть отдельный обзор. Я не буду каждый чай распусоливать. Я просто обозрю здесь вот все, что у меня есть. Остатки базы роскоши. Если тебе, зритель, будет интересно, даже кому-то одному это будет интересно, я засниму видео. Потому что у меня случается так, какой-то запрос есть. И я снимаю видео, даже если просто у одного человека этот запрос. Ну, если кому-то надо, хоть вот один человек это посмотрит. Значит, возможно, кто-то еще глянет. Ну, а не глянет, значит, глянет только один человек. Короче, тут. Оно специально ждало этого своего дня. Это я покупала уже несколько позже, увидев вот эту баночку. Кошка, не надо ничего тут жрать. Увидев эту баночку на озон. А он раньше стоил 200 рублей. Сколько тут вообще было? Тут было 10 шариков по 10 грамм каждый. Ну, то бишь... Или 10 шариков по 20 грамм каждый. Когда-как, я уже не помню. Короче, раньше вот это было 200 грамм. И стоило 200 рублей. По рублю за грамм. А теперь оно на озон стоило 450 рублей. У меня были какие-то баллы на день рождения. Тогда еще озон давал эти баллы на день рождения. Я потратила там часть, и мне вышло чуть-чуть дешевле. Потом он стоил 500 с чем-то. Как-то я в каком-то оффлайновом магазине, по-моему, там же, где я раньше покупала за 200, увидела его чуть ли не за 600. Меня задушила жаба, потому что я понимаю, что оно столько не стоит. И я потом внезапно нашла его на... Где ты, мой? Лапочка на Вайберис. За 280, кажется, рублей. Но я отдельно обозревала. У меня есть какие-то там плейлисты чая-чая, а также травы и цветы. Скорее всего, там есть этот обзор. А есть просто плейлисты вот этих. Обзор еды, бытовухи, там Вайберис, Азун, что такое. И, в общем, этот чай я покупала. Он сделан в ноябре 2019 года. И да, вау! Он еще не просрочился. Обалдеть. До 19 ноября 2023 года он живет. Я специально его сохранила, даже когда хотела очень испить его, хотела выпить. Ну, выпить ассоциируется с чем? Вот с этим, да, с алкоголем. Но можно же выпить и чая. И он все еще вкусно пахнет. Единственное, мне кажется, он на Азун хранился не пойми как. Потому что он был слегка пересушенным. Он не был таким раньше. И вот тут было два шарика. Один я выпила, один остался. Он вот в таком пакетике. Внутри еще такая бумажка рисовая. И только внутри уже шарик. Я не помню, обозревала ли я его отдельно. Но если вдруг не обозревала и тебе очень хочется, я оставлю вот этот вариант. И не буду пока заваривать. Если мне приспичит, я заварю вот такой. Где он просто шариками натыкал был на веревочку бамбуковую. Так вот, это у нас джигу, дикорастущий чай. Чай дикой куропатки. Его можно пить, если ты курильщик и бросаешь курить. Вот тому мужику, который не признает чай как чай, надо бы, наверное, бросить, попить джигу. Ну ладно, в общем, вот это у нас от фирмы Чайцы. Год. Форма производства 22-й год. Это я покупала. Кстати, оно сделано в Ярославле. Внезапно я уже, наверное, говорила когда-то, когда я его обозревала. Может и нет. В общем, сейчас я тебе просто покажу. Этот чай. Каталопачу я не доставала, но вот этот я могу показать. Вот он. Это из дикорастущих чайных кустов. Огромный такой лист. Обычно там один или два листа, он так свернут, как голубчик. Перевязан вот этой вот чайной лазой, не лазой, не знаю, как изобразить. Он очень специфический по вкусу и даже не похож на чай зеленый, как вот принято понимать этот зеленый чай. Немножко таким укропом и петрушкой отдает. У меня когда-то были духи, китайское какое-то зеленое яблочко, которое у меня сделало ноги в компании. Ну, в общем, неважно, куда-то оно сделало ноги, без моего ведома. И вот оно пахло по запаху. Такой горьковато-зеленый вкус. Примерно как вот тут. Тут горечи нет, но запах примерно такой же. Так, вот раз у меня тут пакет лежит, хотя у меня тут еще где-то есть. В прошлом году меня познакомила подружка с синим чаем, он чай. Цветки криторий тройчатый. Я давно на него смотрела, но меня смущало, что он до хрена стоит, вдруг он мне не понравится. А тут была в гостях, угостили. Причем сказали, так, ты же любишь чай. Вот мой брат не смог это пить, она ему капусту напоминает. А она сама тоже не оселила. И я что-то так, это у нее за 3-4 часа сидения выпила ту его кучу чашек от овоща и для веганов. Улучшает кожу, ногти, волосы, зрение, способствует похудению, успокаивает. Кстати, с него вот, ну, хорошо засыпаешь. Правда, у меня такой организм, я думаю, может быть, не только у меня такой организм, когда много вот часто пьешь, потом он перестает действовать, надо делать перерыв. Ну, не знаю, насчет... А, ну да, способствует похудению, если ты когда-нибудь пил чай, знаком таким чаем, летящая ласточка из аптеки. Ну, просто вот, вдруг ты сейчас пьешь или ешь, это не при столе сказано, он реально способствует похудению. Может, в общем, если тебе надо куда-то выходить, на какое-нибудь свидание, работу и так далее, а там нет возможности сходить в туалет часто, то пей его лучше дома, первый раз. Потому что он реально способствует похудению. 100 грамм. Он дорогущий, я покупала вот этот пакет за 700 рублей. 700 рублей за 100 грамм. Я 700 рублей за 100 грамм тратила максимум на какой-нибудь пуэр, хрен знает, в комком году. Потому что к чаю у меня любовь очень давно, и я как бы... В каком-то году я поехала что-то купить какую-то запчасть для своего тогда футика, как Ассио первого цифрового в 2012-м в Ярик. И у меня должна была быть встреча с каким-то там типом юношей. Но юноша оказался долбоклюем, и вместо того, чтобы подойти ко мне, он там стоял в 300 метрах и махал мне рукой, зная, что я при этом ни хрена не вижу. Ну, я не расстроилась, потому что увидела сначала магазин чай, центр китайского долголетия, китайский чай, где-то там в Ярике, я уж не помню где. А потом вернулась к нему и затарилась там на 6,5 тысяч рублей разным чаем. Вот. К тому же, поэтому как бы это было удивительно для меня, что я 700 рублей, не особо обладая суперлояльной аудиторией и получая с Ютуба раз в год свои 100 долларов, а в связи с непонятной ситуацией в мире, я их, видимо, получу теперь вообще хрен знает когда. И получаю сейчас пенсию 17-400, шо ли у меня как-то пенсия, да, вот в прошлом году наш президент вспомнил про инвалидов второй группы инвалид с детства. Или инвалид с детства хрен знает. Ну, короче, это с 18 лет у меня инвалид из-за ДТП. И закинул нам где-то тысячи полторы. У меня было 14-500, а потом стало... В итоге у меня стало в этом году уже 17-400. И вот с этими 17-400, когда в холодное время года почти 6 тысяч отдаёшь за коммуналку, а в тёплое время года чуть поменьше. Я 700 рублей потратила на чай. Вот. Синий чай. Я его отдельно всё хотела заварить, но я не помню, делала я его или нет. Скорее всего, он у меня присутствовал в каком-нибудь мунбанге. Тут у меня... Я вообще хотела ведь обозреть только то, что мне дарили, либо я покупала сама. А самопальные сборы отдельно, потому что у меня там есть самопальные сборы отдельно. На самом деле, это как бы был в пачке чай, какой-то очень бюджетный. И он у меня сейчас стоит на кухне в коробочке. И не надо тут ничего ломать. В деревню я его отсыпала. Вот чай на тот случай, когда вот у тебя обморочное состояние, тебе надо сделать крепкий сладкий чай. Зафигачил 2 столовые ложки в чайник или на стакан. Залил водой, добавил сахара. Будьте счастья. А тут я просто докинула его вот сюда. Он как бы неплохой, но он не настолько тёмный по заварке, как хотелось бы. И он как бы средне-листовой, но мне кажется, он более мелкий. Вот так кому-то бонусом сунуть, вот так в подарок. Потому что я делала такие на его основе сборчики, туда ягодки, естественным путём вручную, какие-то собранные, какие-то купленные. В сушилке сушила, с клюхой, брусникой смешивала и к 8 марту ещё каким-то праздником вдаривала. Вот это вот чёрный чай, но он уже не в родной упаковке. Куда бы тебя положить? Так, тут у меня... Чё-то мы испугались и удрались. Матэ. Почему он в пакетике? Просто у него пачечка, как бы уже вскрытая. Я часть отвезла в деревню ещё в прошлом году, она там зимовала. С Матэ я знакома 16 лет. Я Матэ полюбила раньше, чем зелёный чай. Ну, дети, они до 18 лет же ребёнок, человек ребёнком считается. И вот лет в 9 у меня начались проблемы с желудком и с сердцем. И врачи сказали, что она пить зелёный чай. Моя сетра, которая младше меня на 2 года, мне было 9,7, и она как бы пила зелёный чай нормально. А я пила чай чёрный, по цвету как зелёный, холодный, ну, в общем, называли родня ослиная моча. Я некоторые друзья моей семьи, нашей семьи, до сих пор думают, что я пью такой чай. Когда я прихожу в гости, меня спрашивают тебе, ну, говорит, нормальный чай? Или вот как ты всегда пила? Так вот, сейчас я уже пью нормальный чай. И Матэ, я не помню, у меня такое ощущение, что меня с ним познакомил дедушка. У нас на часовом был один магазинчик такой, ну, как бы рынок, и там магазинчик был, лоточек с чаем. Я там покупала Матэ от фирмы Люта. Очень мне нравился. В этой Люты был ещё, по-моему, зелёный чай. Я не знаю, где она вообще сейчас продаётся, но качество было отменное. Я сначала заваривала просто в чашке или в чайнике. В керамическом чайнике, если он стоял чуть больше, ну, допустим, около суток или более 10 часов, там оставался зелёный налёт, он как-то темнел. В педе я покупала в столовке, в кафешке чай, а потом в 2008 году я внезапно запёрлась в магазин. Не знаю, откуда у меня тогда случились внезапно деньги, потому что пенсию меня отбирали по потере кормильца, инвалидность у меня примерно так же отбирали, давали мне на максимум прокладки и пачку зелёного чая. И радуйся, всё. Ну, это другая тема. Это, если интересно, можете там меня спросить, я, может, отдельное видео подобное запишу. Короче говоря, мне откуда-то случились деньги, я купила себе первую колебасу с бомбилией в 2008 году в чайном магазине, который сейчас уже не существует, но тогда он очень долго жил. И я там много чего себе интересного приобретала, в том числе и чай, и вот чайные аксессуары, не только чайные. И вот это матэ серия Дамаск. Зелёные сухие листья. Тут было 250 грамм. То ли на Азону я его покупала, то ли на Вайберис, честно, уже не помню. Тут как-то познавательного знака нет, но вот это матэ. И считается, что матэ так же, как, допустим, россиянский чай, который в последние годы стал очень популярный. Но я сготовлю его сама, либо мне присылал подписчик из Карелии. Правда, уже весь этот чай выпился. Короче, как бы... Как пуэр, или как кипрей, он же иван-чай. Чем дольше матэ стоит, тем оно как бы круче. Так, с чего у меня тут? У меня тут очень хорошая матча, конечно, не цвета изумрудного, как вот мне присылал друг из Японии, ни Ипада, ни какая-нибудь там супербюджетная, из обычного японского сетевого магазина. Но тоже японская, правда, не знаю, мне кажется, в России, в Японии закупают для Рашка, Россия закупает в Японии чай. Порошковый он где-то там хранится, а потом его только распаковывают. Вот это тики-чай. Зеленый чай, мотча Япония, первая категория. Мотча, уже понятно. Если написано на пачке мотча, значит, оно будет вот по цвету не изумрудное. 100 грамм. Но она довольно качественная. И довольно... Ну, она более зеленая, чем все остальные порошковые мотчи. И, да, я придерживаюсь Поливанова. И цвет у нее, ну, я ее пью с молоком. Она вот чуть бледнее, чем вот так вот. Короче, она вменяемая. Я ее покупала как-то 4 или даже 5 пакетиков по 165 рублей. Она что-то была тогда по конкретной скидке. Я считаю, что 160 максимум, 170 рублей за 100 грамм порошкового чая, который якобы японский, иногда бывает китайский или русского производства вообще из сырья японского. Это оптимальная цена. Дороже 170 за 100 грамм не стоит покупать. Это потому что переплата. Я его пью с молоком. Вот сегодня буквально пила. И, короче говоря, у меня в деревне точно такой же пакетик. И 3 или 2 пакетика я уже выпила. Это хороший чай. И от этой фирмы я вот сегодня свадьберс буду забирать порошок тара. Это не карты. Это клубни такие есть, специальные китайские. По-моему, отдельно я ему делала обзор. Это у нас сделано в октябре 22 года. и живет 24 месяца. У меня тут есть даже остатки было роскоши из посылочек от Никитоса из Японии. Чая какого-то, который, ну вот, сначала не пошел, потом взлетел. Тут у меня, зритель, не поверишь, я не помню, когда на Алиэкспресс продавался чай, потому что в 2013 что ли году его резко так запретили, или 2014. И где-то с того времени я заказывала чай, заказывала венчиком Букова, и к нему бонусом шел чай. И внезапно мне вместо венчика пришел вот этот вот, только чай. Это розовый, порошок цветов роз, розовая матья. Я его использовала по большей части для изготовления, добавляла в косметику домашнего изготовления, которой я иногда занимаюсь. Он до сих пор пахнет розой, несмотря на то, что ему, по-моему, уже лет 10. Но иногда я его заваривала чистого куряжа, как чай. Роза, она успокаивающим эффектом обладает. Если тебе интересно, просто дай мне знать в коммент, я сделаю для нее отдельное видео. Для этого порошкового чая, плюс еще та роза, которая у меня собрана, вручную есть. Здесь уже нет родного пакетика, это я покупала, заказывала тоже на Алиэкспресс какой-то чай, но улун, но мне пришел вместо улуна другой улун, в смысле я заказывала гуанин, мне пришел, как же его, джинджер, не джинджер, вспомнить бы, еще перед этим, я еще думала, что его в деревню везу, потому что он не идет у меня совершенно. Женьшень, улун с женьшенем. И вот как-то он у меня не идет, это камушки такие, они потом раскрываются в листике, несмотря на то, что с виду камушки. И он у меня не шел, не шел, там было 250 грамм, но мне даже помню, тогда продавец извинился, вернул деньги за него, ну, в общем, как-то это, разошлись с ним и с ним мирно. И я тогда совсем не хотела этот чай, и с тех времен, вот 10 лет ему, я ему весной еще заваривала его, и он вроде как немножко иногда идет, он тоже бодрит, но он специфический, очень по вкусу, он, конечно, менее противный, чем, допустим, улунного от Жени от Конфуция, похож на Гонень, ну, такой вот. Но, я решила его взять деревню, и вот после того, как я подумала, что надо бы его взять деревню, я решил, что надо это все обозрить, пока оно у меня есть. Если тебе интересно, просто дай знать комменты, я его сделаю, может, дегустацию с ним. Чай. Нет, есть какой-то бонусик. Мне кто-то положил, вот, ну, иногда на Вайберит, а то он делаешь заказы чая, и там бонусом идет. Это у нас вишневый пунш, по-моему, это Гонень, который либо ароматизирован, искусственная, либо там, хотя нет, судя по ощупью, там, короче, гуанинь, в общем, улун типа гуанинь с добавлением сушеной вишни. Такой вот пакетик. У меня тут есть Ройбуш, Левки. У этой фирмы Левки качество чая средненькое, но от Ройбуш и Пуэр очень хорошие. Пуэр у меня вот в таком же пакетике, сейчас лежит, стоит в саду, я его увезла еще до деревни, и, когда туда приезжаю, то завариваю, вчера у меня он как-то очень сильно в чашке завариваю и спился. Хороший чай Ройбуш. Есть, по-моему, отдельное видео про Ройбуш, Ханнибуш и Гринбуш, но у меня сейчас, по-моему, в коллекции только Ройбуш. Если повезет, то, возможно, все-таки у меня есть немножко Ханнибуша, но, в общем, если нет, после этого видео, я думаю его заказать. Ройбуш. Его пили бушмены. Церемонии. Неплохая фирма. И у них очень хороший гуанинь. У меня он как раз, оказывается, еще остался немножко в коллекции. Смысл немножко его еще есть, он в коллекции будет, и тут будет. Но пуэр вот этот, если его заваривать, то надо выпивать в течение трех часов где-то. Если вы там завариваете в течение дня, его пьете, ну, обычно у меня так бывает, то у него потом вкус меняется на такой вот, у него сорт, видимо, такой. Вот бывает в жару заваришь пуэр, на следующее утром заваришь, на следующее утро или к вечеру он уже будет такой, как прокисший арбуз. Вот это точно такой же. Он специфический чай, хуаши, чай, черный, каменный пуэр. Он, конечно, не каменный, он тупо россыпью. Но неплохой. Я тогда покупала что-то то ли на Азон, то ли на Вайтберрис 200 грамм был. И он как-то очень, ну, довольно бюджетно стоил. У меня россыпью пуэра практически на тот момент не осталось. У меня есть несколько точ пуэра прессованных в таких маленьких чаш, они в деревне. Не знаю, попадется ли тут. Сейчас узнаем, что тут у нас. В этом сундучке мне когда-то девочка, которая гадала на картах, благодарность за помощь, присылала пуэр. Сундучок остался, я как раз любила сундучки. В принципе, я люблю сундучки. У меня даже есть сундучок слоновой кости в детстве купленный. Если ты хочешь поддержать канал и меня порадовать, то и хочешь, чтобы я сделала такой обзор, типа радостный, то можешь подарить мне какой-то сундучок. Ну, конечно, небольшой, потому что у меня всего лишь однокомнатная квартира. Тут у меня, по ходу, дело Кудин. Кудин. Это горькая слеза, переводится. Отдельное видео к нему есть на канале, в плейлисте моя чайная коллекция. Если хочешь, посмотри. Вот. Это ломаная тут, но это такого качества уже старенькая. Да, кстати, Кудин так же, как и Матэй, Пуэр или Кипрей, чем дольше лежит, тем полезнее становится. Его хорошо пить, когда вот высокая температура. Помню, он меня очень хорошо спасал на сессии. Я приезжала в Углич обратно, потому что ездила утром, возвращалась вечером. Приезжала, допустим, с температурой вечером. Заваривала, утром вставала, как огурчик, ничего не болело, никакой температуры. А здесь, да, у нас был дворцовый Пуэр. 125 грамм. Производство 12-го года. И до 14-го года он бы мог жить. Но его уже нету. Я тут показываю так. Куда сейчас положу, чтобы мне видно было. А то мне иногда кажется, что я показываю ниже камеры. Надеюсь, что такого все-таки не случилось. Горькая слеза. Кудин. Это как раз вот из того магазина. Мне кажется... Нет, с Кудином я раньше познакомилась. У меня даже этот первый чай до сих пор есть. Как бы я про него слышала. Но у Углича было его не купить. И у меня была знакомая девчонка, которую мы познакомили в библиотеке, когда в 2005 году там работала, летом на замене, после окончания библиотечного кулька. Ну, в смысле среднего специального библиотечного образования. И она ездила в Москву на учебу. Я ей давала денежку, она возвращалась и покупала мне что-то там. Книжки привозила. И вот чай. Сейчас она со мной не общается. Ну, да, и как бы, знаете, мусор сам себя вынес. Как бы сказала моя подруга, которая присылала мне вот этот чай. Да, вот она была клиенткой, мы до сих пор с ней общаемся. Она уже перешла в категорию подруги. Центр китайского долголетия. Кудин. Горькая слеза. Вот как раз эта упаковочка была. Магазин, как мне сказали, после того, как я там побывала, я закупилась на 6,5 тысяч. Через два месяца закрылся, к сожалению. И тут у нас... Я даже не знаю, что. Пакетик это. Отделенный пандой. Кошка летит. А, тут у меня коротканник появился. Это собранный вручную трава отдельная. Если интересно, дай мне рекоменты, я сделаю на него отдельный обзор. Это видео, скорее всего, пойдет тоже в плейлист «Моя чайная коллекция», потому что, в принципе, это моя чайная коллекция на момент записи, которая у меня сейчас есть. Так. С этим чаем я познакомилась недавно. Благодаря Вайтберри совершенно случайно это дух чая. Возможно, конечно, что-то из этих чаев я раньше пила, просто у меня не все уже, конечно, до этого момента дожило. Ведь чаями я... На чай я обзикнулась довольно давно. Началось все с матея зеленого. Луань, люань, гуапянь. Тыквенные семечки. Да, я его когда-то очень давно пила. Чай зеленый, крупнолистовой. Очень вкусный. Необычный. Я его или отдельно обозревала, или он у меня присутствовал в каком-нибудь мунбанге. Баночка. Так. Я сейчас, наверное, из этого пакета подостаю, а потом этот пакет уберу обратно. У меня просто и полочка... Я выделила полочку под чай, вот, чтобы как раз вот это обозреть. Я хотела обозреть, разобрать его, и потом, ну, в общем, убрать так, чтобы он стоял нормально, чтобы было все видно. Потому что та полочка, тумбочка, которая покупалась под чай и бумагу, пардон, кто-то меня вспомнил, я икнула. У меня сейчас в ней расположен чай, либо вот купленный какой-то там зеленый-черный, смешанный с травами, либо вот то, что я собирала сама, травяные сборы. Вот этот вот церемоний гуанинь, про который я говорила, он очень хороший и качественный. Я покупала за 177 рублей 50 грамм чисто на пробу, но если брать 100 грамм, то это намного выгоднее. Тут у нас Ти-Тести. Чай травяной каркаде. Я раньше очень любила каркаде, потом в какой-то момент я его, видимо, перепила и лет на 5 забила. Вообще не шел. А сейчас снова пошел. И, кстати, если его смешать с синим чаем анчан, то, во-первых, он будет по цвету фиолета, и, во-вторых, он очень хорошо утоляет жажду, когда жара, да и когда не жарко, тоже приятно пить. Ну, и, в общем, он полезный, хорошо вкусный, такой интересный вкус получается. Так. У меня коробочка из-под камеры. Здесь у меня Суперлайф Голубая Матча. Как раз Голубая Матча, пардон, это вот порошок этого синего чая анчан. Это удобно, если, допустим, заваривать чашки. И есть... У меня был порошковый чай. Тут у нас 50, да, у меня был 100-граммовая упаковочка еще. И бывает такой, вот, видимо, она... Нет, ну, может быть, там у нее два сорта у этой культуре. И она как бы бывает посветлее. И надо побольше ложить. А бывает потемнее, надо совсем чуть-чуть. Он очень экономичный, именно вот если в порошковом виде. И от этой фирмы я еще покупала китайскую Ходзи Тя. Порошковый чай Ходзи. Очень тоже качественный, хороший. И вот сейчас я вижу его на Озон, но мне, если честно, душит жаба. 360 рублей, покупать 100 грамм. Но если вы хотите мне задонатить или просто подарить какой-то чай, то можете узнать ближайший адрес выдачи камней базы. И мне будет хорошо и вам. Не надо тут лазать. Наступишь мне еще на чоник. Вот в этой красивой баночке. Баночка неродная. Мне ее подарил человек, который уже давно отдал богам душу. Подарил в связи с тем, что знала женщина, что знала, что я люблю вот такие антикварные всякие штучки. И к антиквариату, если ты когда-нибудь смотрел мои деревенские блоги, особенно те, которые я снимаю в деревне, в самом своем доме, то там у меня есть мебельный гарнитур, неполноценный, потому что было два стула и стола и стула уже как бы до нашего времени не дошло. Там есть горка, например, горка такой шкаф или диван зеленый, он сейчас зеленый цвет покрашен, ему 200 с лишним лет. Это питерский гарнитур. Вот это вот такая баночка из синего стекла. Видимо, сейчас я это нормально не открою. Короче, там крышечка и под ней там есть гинностема. Это некое растение, китайское или не китайское, сейчас, честно, не вспомню. Но если интересно, можешь загуглить или просто попросить меня, я тебе подготовлю нормальный обзор на нее. Гинностема, которая покупала на Али у продавца магазин Дори Асю, Дори Аксю, Xiaomi, да, значит, Дори Асю. И там вот как раз вот этот чай был, я почему-то решила его попробовать. Он тоже чем дольше лежит, тем лучше ему будет. Ну, как бы он не портится, очень полезный какой-то дофига. Но как бы это не чайный куст, это отдельное растение. Здесь у меня каркаде. Просто я, была у меня еще другая упаковка, и мне надо было куда-то пересыпать. У меня освободилась ванночка от чего-то, советская такая, венинградский завод, эмалированной посудой. И здесь у меня каркаде. Здесь у меня, раньше существовал в России такой магазин Чебэру. Я заказывала там и для чая, и себе, и тогдашним моим подружкам. У меня была компания девчачья еще до снятия видео на YouTube, до ведения видеоблога. И он был очень даже неплохой, там был очень хороший, качественный чай. Но весной этого года я как-то на него зашла. То ли магазин перестал сосудовать, то ли он приехал, не знаю. Но, в общем, он как-то мне не загрузился. Я не знаю, может быть, он уже не существует. Гуйхуа цветы османтуса, 50 грамм. Но тут уже, конечно, не 50 грамм. Вот это у нас эстрагон сушеный тархун. Как-то я покупала на Вайтбрис улун с листьями бамбука и эстрагона. Он очень вкусный был. Вот реально такой тархун. И у нас был рост этот тархун, и он по вкусу был вот так, как надо. Потом я специально нашла вот этот вот эстрагон с сушеным в виде. Organic Line фирма. Но он был вообще совсем другой. И, короче, ну, может быть, я его пущу на красоту. Может быть, я его все-таки куда-то добавлю и заварю. Может быть, в еду буду кидать. В общем, как-то я им не прониклась. Хотя он, вот, судя по всему, уже просрочился. Хотя вот пишут, что трава живет только один год. Какая-то, допустим, пижма хранится пять лет. И чем дольше она хранится, тем более полезно она остается. Так же, как вот, допустим, кипрей. Хотя некоторые растения действительно на третий год уже меняют вид свой и бесполезными становятся. Можно только сделать отвар волосок один. Только так. Так что не знаю. Может быть, уже просто его действительно впустить на красоту. Вот острогон. Вот тот самый первый я даже не знаю. По-моему, 2007 или 2008 года Кудин, который мне призвать ученка из Москвы. Причем в Москве в единственном чайном магазине. На тот момент это было на развес. И она вот специально говорит, я нашла это в шопе Москвы. Как, насколько я помню. Вот он, очень экономичный. В общем, он все еще тут. Это мне пришло бонусом от чайцы. Ну, тот, который я чай там заказывала с дикой куропатки, короче, джигу. Вот это анчан. Тут как бы пробничек такой, но вот этого пробничка при случае может хватить на 2-3 заварки. полноценных вот так на 2-3 чайника, скажем так. Скажем так, у меня что-то эта фраза со мной присыпилась, а я пока не могу от нее избавиться. Это у меня чай Бабао. С Бабао я тоже очень давно знакома, и мне первый Бабао покупала как раз та самая девчонка, ну, за мои деньги соцсуются по моей просьбе в Москве, что и покупала Кудин. А это мне дарил зритель Влад, кажется, Владислав, я не знаю, смотрит он меня сейчас или нет, и он привозил это из Китая. Возможно, тут в этом пакетике уже сбор этого, ну, не только Бабао, это чай 8 догоценностей. У меня есть самые ранние видео, которые я еще кидала на другие сервисы, на архивы Орг, на Яндекс.Видео, и на Ютуб, и они есть на канале, возможно, в каком-нибудь плейлисте чайном, Бабао, Бабао в чайнике, когда я снимала там еще на какой-то допотопный свой фотик на Касио 2005 года рождения, который у меня 2009 появился. И есть, наверное, еще отдельный обзор Бабао. Если интересно, гляньте, если все-таки этого нету, то дайте знать комменты, я вам делаю обзор. Это чай из 8 составляющих. Это сам по себе чай, тростниковый сахар, плюс еще 6 растений. Нет, здесь, походу, дело именно то, что заявлено. У меня было несколько таких пакетиков. Его, кстати, можно сейчас приобрести. Раньше можно было приобрестить еще на Чебэй, в центре китайского долголетия. Его называли компотиком. хотя он там тоже продавался, помню, покупала. И можно купить на Вальберис. Я думаю, что и на Азон тоже прислушен. Да, вот у меня еще есть тут. Это с розой там отличаются эти 8 составляющих, 7 стабильных и 1 всегда отличается. Там с лимоном, допустим, вот как здесь, с розой, как тут. Это тоже от Вальберис. Это я покупала на Вальберис. И он шел как порошковый чай. На самом деле это мелко рубленый зеленый чай сэндия и порошковый чай матя вместе. И когда ты ищешь что-то покупаешь, конечно, он качественный, очень хороший, такой же по качеству, как мне присылал друг из Японии. им импортированная Япония, производитель Японии, все в таком духе. Но когда ты ожидаешь, допустим, Матьо приходит вот это, или ожидаешь Сэнчо приходит вот это, ну, немножко не то. Хотя он очень хороший. И я ему, в принципе, дам шанс и допью его. Может, даже в деревню отправлюсь. Да, у меня все-таки есть тут этот пуэр пицейский, который я брала в деревню. Хоть он и не я не помню, сколько лет он выдержки, но он довольно неплохой. Может пятилетний, может семилетний. У меня тут есть точие. Мне был, ну, мне как дарили и присылали, я когда сама покупала. Вот это действительно пуэр. Ну, по-моему, уже лет так двадцать. Учитывая, что он у меня уже лет десять лежит. И тогда ему было минимум десять лет. У меня есть чай, который мне сестры как-то привезли с юга. Травяной чай крымский. Крымская. Ой, внезапно он этот. Его надо выпивать уже. Он девятнадцатого года рождения. Так давно они там были в этом Крыму. Тут еще есть Кудин. Как бы разных фирм было. А еще просто в таких пакетиках я ездила в какую-нибудь поездку и брала с собой на подстраховку. Если вдруг буду плохо себя чувствовать, Кудин. Он горький. Здесь у меня есть какой-то бонусик. кокосовый улун это пришло бонусом. в общем короче мне Тоня подписчица подарила чай и там в упаковке к чаю был вот этот еще бонус кокосовый улун. Кстати этот улун у меня тут где-то есть и я его покажу. А вот он. Вот как раз я этот еще не заваривала этот пробник, а тут у меня как раз от Тони этот чай с которым шел вот этот пробник. это зеленый улун улун медовая дыня. Хороший очень улун. Я хочу его в деревню взять, потому что есть конечно поверье, что в деревне все сойдет, но в деревне с этого года я решила, что ну и раньше в принципе в прошлом году ассортимент чая был и обычно там приличный ассортимент чая. Я решила, что как бы раньше жили в деревне бабушка дедушка и наши вот вперед летний там с апреля допустим даже с марта как только выставили пчелы до октября когда убрали пчелу и там была вся та же техника и продукты как в городе. Ну как бы летний дом. Я хочу этот чай туда отправить потому что у меня зеленый закончился а пить то что-то хочется. И тут у меня чай категория сэнча а китай на самом деле китайская сэнча это очень низкого качества колодец дракона. С колодцем дракона я познакомилась в 2012 году как раз в центре китайского долголетия пришла купить хотела купить у них сэнча но мне сказали что сэнча у них закончилась но есть чай под кожей обработки не менее вкусный и полезный китайский вариант но такой же под названием колодец дракона вот это реально колодец дракона очень порошного пошива то что просрочилось там не реквиз и так далее но в России его выдают за китайскую сэнчу иногда под видом японской сэнча выдают китайскую сэнчу я писала на момент сотрудничества они мне очень фитиевато отказали но в итоге я их покупала на озон или вайберис иногда там приходило что-то в подарок честно сказать средненький очень чай у них местами завышенная цена я у них покупала белый чай и желтый чай и вот под видом белого чая баймудань у них идут допустим брови бога долголетия или там брови белой обезьяны или что-то такое смесь там между белым желтым чаем и что-то другое между белым чаем и что-то другое желтый чай у них неплохой но тоже слегка завышена цена и как бы такое ощущение что вот он у них где-то лежал в общем не очень качественный чай допустим если у них я покупала какой-то чай вот у этой фирмы был колодец дракона вот у них все вот это элитное очень хорошее у духа чая но колодец дракона у них как земля вот у этих колодец дракона я не помню покупала или нет но была еще одна фирма где колодец дракона был еще более как земля а тут у нас Тетести с Малапуэра кстати очень неплохая фирма Тетести у них довольно бюджетная допустим если у них покупаете гуанинь он не заявлен супер такой категории он бюджетный хороший гуанинь но не супер такой ароматный может быть осеннего сбора не весеннего тут у меня есть прессованный чай у меня раньше был прессованный чай порционный зеленый а это как бы чай для того чтобы его сварить со всяким добавлением чай плиточный кирпичик кирпичный зеленый жомба причем это отпиленные кусочки печатать полноценный кирпичик я его даже как-то заваривала неплохой зеленый чай вот самый обычный зеленый чай такой средний даже не порох вот какой-нибудь просто крупно-ристовой единственное что его отламывать задолбаешь я хотела взять деревню но я перед этим хочу его как-то раздолбать и да он немножко напоминает тот прессованный зеленый чай есть такой чай олей то что выдаются за зеленый пуэр на самом деле это чай оленя это отдельный сорт но у меня сейчас нет чая оленя я иногда его покупаю вот как бы пока он был в доступе на озон я была в деревне как я приехала он еще до интернета появился и в доступе снова пропал фирма конкурсий чай олень может быть есть чай олень в каких-то других фирмах так же как допустим вот только Тень Вань Син в свое время в Россию привозили этот чай Джигу Назарь Мятова Азербайджанская это мне сестры подарили на день рождения в прошлом году она еще вполне себе живая ее вполне можно заваривать пакетик порвался я иногда ее добавляю в чай она немножко отличается от обычной мяты слегка горчит тут у меня в сундучке один сундучок мне подарила подписчица в нем у меня украшения золото-серебро драгоценности всякие я не понимаю бижутерию я ношу только вот серебряные золотые ремельхиоровые вещи из украшений хотя вот у меня пока что нам нет последний некоторых паскалет только сережки а этот я покупала сама у нас был магазин восточных всяких вещичек и тут у меня тоже чай сейчас я гляну как тут у меня с записью 45 минут уже наговорила еще есть зарядка но в общем как бы я думаю я успею до конца до разрядки тут у меня чабэй кудин шуйсю опять чабэй кудин шуйсю кудин шуйсю это не свернутый не прессованный кудин это молодые листочки сушеные и они при заварке дают более травяной вкус такой вот трава травой на самом деле и вот горький вкус мне больше нравится чем вот травяной сахар горький и цвет у него тоже немножко другой тут у меня чабэй кудин шуйсю видимо я перекладывала его и да вот с годами он темнеет сама вот эта вот заварка сам цвет вот этой сушеной заварки но свойства остаются те же надо попробовать его заварить вот ли он такой же такого же цвета как свежий свежий сбор или уже ближе все таки к фрессованному по свойствам и по вкусу свойства у них похоже немножко но прессованные горькие которые более полезен допустим более эффективен если у вас простуда тут у меня шоу моейточа мне ее когда-то присылала девочка вот как с которой мы до сих пор общаемся на тот момент моя клиентка он урожай 2010 года дата изготовления 13 год на тот момент в общем сейчас ему 13 лет это белый изначально чай можно сказать что вот допустим брови бога обезьяны или что-то в этом роде или белый чай баймудан если бы его спрессовали вот это белый чай но он как бы шел как пуэр прессованный и он уже в принципе дошел до состояния пуэра можно сказать что-то вариант пуэра китайский белый прессованный чай я его почти не заваривал практически полный вот эти 100 грамм почти живы тут у меня был магазин слон интернет магазин слон в 13 что ли году и я там сделала заказ и там был какой-то совершенно профан по чаю и он ну знаете когда вас пытаются обмануть но обманывать себя и он мне вместо пуэра прислал прессованный кудин а прессованный кудин стоил в разы дороже чем этот пуэр и вот тут у меня походу вот как раз этот кто-то из них вот этот кудин сейчас он уже по цвету нифига не поймешь но когда завариваешь то он по вкусу отличается пуэр он как бы более такой земляной бывает мягкий со вкусом орехов или шерсти кому-то отдает сырой рыбой а кудин он горький он уже понимаешь его уже по заварке по вкусу тут у меня тоже да вот это наверное все-таки пуэр где он тут пуэр да вот это пуэра а вот это кудин потому что пуэр я более поскоблила а кудин у меня совсем чуть-чуть поскоблен вот в этом пакетике здесь у меня лопача от Чабея как раз того магазина он ну от года два может три назад еще как бы функционировал и он тут без никто просто лопача в чистом виде без добавления сушеной земляники у лопача вяжущий вкус ну такой ион поднимает давление если у вас высокое давление то очень маленькая дозировка должна быть и цвет у него очень такой светло-прозрачный просто смотрите отдельный ролик этот самый лопача здесь у меня я пыталась сделать из какого-то китайского или японского чая я уже не помню по-моему вообще из какого-то да из чая который продается в магазине магнит китайский под фирмой зеленый дракон что ли в кофемолке или даже может быть в беломиксе я пыталась сделать матю порошковую матю чтобы понять по отзыву ну как бы я и так понимала что если изумрудная то нормальное качество а то иногда пишешь там продавец картинку выдает тебе изумрудная чуть ли не подойти а на деле как бледная такая ты ему пишешь ну это вот у вас старая нет-нет это из разного листа и вот из разного листа если верить этим продавцам то у меня должно было быть другого цвета ну просто самопальная это и перемолотый мною уже обычный зеленый чай в порошок обратно в сундучок уберу чайный сундучок номер два и тут у меня остался еще один пакетик совсем не много ты наверное если оселишь это до конца уже 50 минут учитывая что немножко не по теме говорила подумаешь ой Люля когда-то буржуй как это совсем немного покупала по скидке с худшим сроком годности но качество как бы не изменилось это даже японист наш который живет уже давно довольно прилично времени в Японии тот что мне присылал мой друг короче из Японии присылал мне чай когда ему сказал ой блин мугитя просрочился ты думаешь он уже стал ну как бы нельзя пить вполне все нормально в общем это ходьи чай японский чай ходьи чай он мне присылал такой чай он мне очень понравился правда я сначала не сразу прониклась ходить ходьи куки чай из Уди Янаен ну а тут импортер с Японии это действительно японский хороший чай тут у меня я его еще не распаковывала Simply Good Tea это как раз вот та самая ароматик кофе которые мне отказали в сотрудничестве связанный чай вот даже тут видно что это ну некачественное видимо покупали где-то там вот на каких-нибудь стоках стоках Китая много-много подешевле потому что ну связанном чай не должен цветочек отпадать заварю посмотрю как он связанный чай с осьминкой просто я очень люблю связанный чай он довольно дорогой и я как бы его давно не покупала но тут как-то увидела что-то у меня были какие-то баллы я его заказала еще до уезда в деревню прошлого но не заваривала пока вот супер лайф порошок 100 грамм хоть и чай хоть и тя хороший очень несмотря на то что китайский очень качественный по вкусу ничем не отличается от того хоть дича в россыпи что мне Никита присылал в Японии тут у нас кёбанча банча вообще кёбанча японский зеленый чай кёбанча он похож на хоть дитя иногда под названием хоть дитя идет именно кёбанча они по обработке примерно общие еще одна кёбанча которую я еще не открывала он тогда шел по скидке я его по распродаже хапнула хоть у него шел именно потому что у него срок годности оставался до конца срока годности оставалось два месяца но так как у меня есть уже просроченный по всем меркам японский хоть дитя на тот момент и он был вполне нормальный то я как бы не бред потому что он нормальный и хоть дитя тут идет по очень завышенной цене совершенно необоснованно вот тут есть остатки былой роскоши по-моему это ябуки татья которую мне последняя присылал нитито с японии да это ябуки татья это зеленые сентя с порошком мать где-то тут у меня был этот японский но тут он это не ябуки то тут что-то другое похожий просто а тут молотая короче тут молотая сентя но знаете бывает такой чай зеленый в пакетиках вот тут такого же уровня чай зеленый плюс еще немножко порошка а тут именно ябук это тут у меня без названия но просто я покупала большую упаковочкой несколько таких пакетиков оно шло в таких пакетиках смола пуэра есть открытый где-то пакетик может он тут где-то мне попадется может я его не донесла не знаю а может я его уже показывала короче так если я сюда принесла зеленый чай может наполов нет наверное просто я его или не донесла или просто уже показала тут у меня что это остатки был роскоши белый пион я думала что я его допила но я допила желтый чай у меня тут скрепочка отварилась на пакете и вот и вот этот белый пион он не баймудай он как раз тут не совсем не совсем баймудай это вот у меня тоже смола пуэра упаковка видимо порвалась уже просто в таком пакетике в принципе, и должен стоить, ну, не более. Не более 360 рублей за полкило. Килограмм был дешевле, 640 рублей с чем-то. Но у меня как бы и денег столько нету, и я просто сейчас пытаюсь накупать дофига много, чтобы ставить. Чтобы не заставлять всё, что есть. Это мелкая... Есть длинная иголка Руйбуша, а это мелкая иголка. И когда я его там где покупала-то? Фиг знает, где я его покупала. Наверное, или на Азор, или на Вайберис. Вот этот самый хатамугитя. Это вот ячменный чай порошковый, который дофига уже просроченный. Где-то вот может полгода назад я по видеосвязи с другом говорила, говорю, сейчас буду заваривать хатамугитя. Ой, он уже этот, как бы просроченный, он говорит, ты думаешь, он уже несъедобный. Вот в таких вот пакетиках Он, конечно, отличается от ячменного напитка, который в России принято пить. Ячменный кофе, но немножко есть там что-то такое по вкусу. Это у меня купленный, не помню, когда. Листья бамбука. Я когда-то хотела купить бамбук, там росточек, чтобы посадить, потом его обдирать и заваривать чай. Но не повезло его. Кто-то купил до меня и дочка маминой подруги, с которой мы до сих пор общаемся. Из двух маминых подруг, у которых были дети, только с ней мы до сих пор общаемся. Есть вот люди, которым невыгодно общаться. Я считаю, что они не люди. Ну, мусор сам себе вынесся. Есть нормальные люди. Вот как раз она из нормальных людей. Она мне тогда прикалывала. Бедный бамбук. Это его похотела купить, только чтобы заваривать чай. Потому что бывает пуэр с листьями бамбука. Такой вкус, может кто-то пил пуэр, по вкусу говорят, что как с носками или как с грибами. Это как раз с добавлением листьев бамбука. Это вот опять же тот же... А нет, это уже... Это брусника у меня сушеная, просто как добавка чайная. Уже самопальная, это не покупная, это я сама просто упаковала. И последнее, что у меня тут осталось, это я давно хотела попробовать этот чай. Его всё время в аниме там пьют, ещё где-то рекламят, что он дофига вкусный, полезный. Честно, я его не поняла. Гречесный чай. Аджи Ти Лефт. Вот, это последнее. Походу, дело это всё. Это весь мой чай. У меня действительно нет ханибуши. Мне надо будет его купить. У меня нет сейчас формоза Олонг. И нет лапсанксушокнг, которые у меня часто были в своё время. Нет каких-то ещё чаёв. У меня, возможно, что-то тут где-то записано или в телеге с закреплённым постом, что этого чая сейчас нет. Если вы хотите сделать мне приятное, то можете мне его подарить. Ну, вот на данный момент это вот весь мой ассортимент остатки былой роскоши, реально. Всем спасибо за просмотр. Если вы осилили до конца, то это круто. И вы тоже любите чай так же, как я. Чуть больше или чуть меньше, а может быть одинаково. Если опять хотите поддержать мой канал, я где-то всуну на облачко. А ещё это будет в инфобоксе данные. Если ждёте АСМР, просто подпишитесь на Бусти. Это меня мотивирует. Я буду знать, что у меня есть лояльные зрители по АСМР. Это очень приятно, когда меня поддерживают. И когда твой, ну, мой, допустим, труд ценится. И всем пока!